Здравствуйте! В эфире программа «Сахалин сегодня». Меня зовут Авалад Французов. В ближайшие полчаса корреспонденты Сонда-ТВ расскажут о самых заметных событиях региона. А пока коротко о главных темах выпуска. Южно-Сахалинское гетто – неблагополучный квартал, мечтает о благоустройстве. Чудо рядом в центре ЭКО приняли первых пациенток. Дополнительный транспорт в областной столице. Начинают работы дачные маршруты. Квартал многоквартирных домов на улице Южно-Сахалинской крайне нуждается в благоустройстве и уходе. Недавно здесь несли детскую площадку. Двор усыпанным мусором, посреди него зияет настоящее болото. С людьми, которые устали от ожиданий и пустых обещаний, поговорил Дмитрий Зелинский. До этих домов, самых северных по улице Южно-Сахалинской, от центра города меньше километра. Единственное яркое пятно среди грязи и ветхого асфальта здесь – новое мягкое покрытие. Его уложили там, где снесли последнюю в округе детскую площадку. Старую резину сгребли в овраг. Он был всегда. Его заливают ручей, образуя болото, в котором плавают отбросы. Мойка здесь, кстати, постоянно. Сколько здесь живем, она здесь постоянно образуется. Никто здесь не убирал никогда. Вот первый раз я вижу, что здесь убирают люди. Так, никогда не убиралась помойка. Ну, это еще подсохло, наверное, месяц. В этом году, наверное, снега было мало, подсохло. А так здесь просто вода. Не вода, это жижа. Вот, с запахом. С неприятным запахом жижа. Комары, ну и прочее. Тут левушек, правда, я не видел тут ни разу. Но ребенок один плавал. Вот такого возраста. Его тут вытащили. Рабочие появились здесь сразу после нашего запроса в мэрию. Хотя ликвидировать свалку во враге администрация собиралась до 21 апреля. Местные сомневаются, что уборка и наш визит – совпадение. Они не избалованы вниманием властей. Например, когда два года назад у 10-го дома снесли гаражи, образовавшийся пустырь обещали отсыпать для парковки. Один год нету, второй год нету. Потом обращался я еще в администрацию, там мне письма писали, короче. Они сказали, что если будете жаловаться, мы все машины ваши отсюда уберем вообще. Здесь не стоянка, это не стоянка. Они там вроде хотели продлить детскую площадку сюда вот дальше, южнее чуть-чуть. Но так они ничего и не сделали, короче. И место такое сейчас грязное. Ни машины не поставь, там грязь тянется сюда. Я же не говорю вот про эти места. За кадром жители квартала называют его гетто. Говорят, что устали ждать нормального благоустройства, которого в этом году снова не будет. Единственное, что пообещали в мэрии – установить новую детскую площадку. Вчера мы с внуком обижался. Все убрали, играть негде. И там площадку убрали, за домом. А пока люди стараются украсить дворы сами. И мечтают о нормальной работе дворников. Хотя ликвидация мусора, считают в администрации города, идет по плану. Уборка несанкционированных свалок ведется по графику. В связи с погодными условиями были внесены коррективы. К уборке территории приступят сегодня во второй половине дня. Ведущий к злосчастному кварталу Ангарский переулок недавно заасфальтировали, после многих лет бездорожья. Почти сразу покрытие в пяти местах раскопали для прокладки газовых труб. Восстановить дорогу обещают до 15 мая. А тем временем в Южно-Сахалинске уже заканчивается месячник чистоты, под флагом которого убирают центральные улицы и более благополучные микрорайоны. Дмитрий Зелинский, Данил Саражинский, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. Тем временем в других точках областной столицы в пятницу шел общегородской субботник. Активисты прибрались за спортивным комплексом «Кристалл». В мероприятие приняли участие также представители органов власти и общественных организаций. Несколько десятков человек очищали от мусора лесную дорогу, которая ведет до улицы Больничной. В числе участников сотрудники регионального министерства ЖКХ, фонда капремонта, управления по обращению с отходами и другие. Субботник провели в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Это очень важный такой шаг вперед. Это про социальную ответственность и корпоративную ответственность, когда органы государственной власти, сегодня отложив в сторону свои государственные задачи в региональном, муниципальном уровне, и принимают участие несколько часов во благо чистоты нашего прекрасного региона. Соответственно, для нас очень важная такая агитация, что есть комфортные места, которые изменяют жизнь здесь и сейчас. В Сахалинской области весь апрель объявлен месячником чистоты. В пятницу уборка также состоялась в Невельском, Долинском, Александровс-Сахалинском, Уголегорском и Тымовском районах. В целом в мероприятиях приняли участие более 9 тысяч человек. В других муниципалитетах субботники провели раньше. В центре ЭКО при Троицком амбулаторном центре начали принимать первых пациенток. До этого лабораторию полностью оснастили уникальным высокотехнологичным оборудованием. Создали все условия для комфортного пребывания будущих родителей и медицинского персонала. Тему продолжит Наталья Полчаева. В апреле врачи-репродуктологи начали работы по оплодотворению первых пациенток. За небольшой срок работы центра уже 29 женщин воспользовались программой ЭКО. Шесть из них произвели пересадку эмбриона. Результаты процедур женщины узнают через две недели. Эффективность ЭКО – это порядка 35 до 40%. Это очень многие вещи зависят от возраста женщины, от сопутствующих заболеваний и так далее. Ну и, конечно, от мастерства докторов. Для того, чтобы предоставлять эффективные и качественные медицинские услуги, врачи центра прошли профессиональную подготовку в Москве. Там они на протяжении нескольких месяцев оттачивали навыки на практике. Затем столичные доктора прилетели в регион. Здесь они проводят консультации и оказывают методическую помощь. Они были со мной, я их курировала. И в какой-то… они, конечно, мне показалось в какой-то момент, что маловато. Маловато, но, приехав сюда, я была глубоко поражена. Потому что прием ведется, грамотно назначена стимуляция. У нас уже было достаточно много функций, чтобы можно было анализировать, как проводится этап стимуляции, как подбирается препарат. Столичные доктора помогли местным медикам наладить деятельность центра. Научили самостоятельной работе на новом оборудовании, а также подсказали секрет взаимодействия с пациентами. За эти две недели мы сделали колоссальную работу. Мы запустили эмбриологическую лабораторию. У нас уже очень много положительных результатов. И в дальнейшем я остаюсь пока одна, но коллеги все равно будут периодически ко мне приезжать. То есть все будет зависеть от нагрузки. Но сейчас я уже абсолютно спокойна и уверена, что дальше у нас все будет только развиваться и улучшаться. В дальнейшем московские специалисты планируют еще не раз посетить областную столицу. Они намерены регулярно просвещать областных медиков в сфере ЭКО. Наталья Полчаева, Иван Гамзов, Илья Назаров, Солнце ТВ. В островной столице 29 апреля начинают работу пригородные автобусные маршруты, обслуживающие СНТ. Номер 106 будет следовать от ТПУ Привокзальной до станции Новодеревенская. А номер 108 оттуда же до СНТ Строитель и Транстроевец. На линию 22 маршрута с 29 апреля добавят дополнительный автобус. Будут работать две транспортные единицы. Этот маршрут круглогодичный. Он охватывает СНТ, расположенные в районе улицы Лермонтова и Памятной. В общей практике маршруты у нас эти работают до ноябрьских праздников. Но смотрим по погоде и по дорожным условиям. Информация по маршрутам и актуальное расписание размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Отслеживать движение пассажирского транспорта можно на сайте go2bus.ru. Если водитель автобуса нарушил график, необходимо обращаться по телефону единого оператора 55 65 15. Вы смотрите программу «Сахалин сегодня» и мы продолжаем. В областном центре благоустраивают улично-дорожную сеть и общественные пространства. На улице возвращают скамейки, которые убирали на время снежного сезона. Помимо этого в городе приводят в порядок стационарные урны и скамьи. Всего таких объектов более 800. В настоящий момент дорожники установили уже более 70 скамеек и столько же урн. На ней вернулись на проспекты Мира и Победы, а также на улицы Горького и Комсомольская. За зиму их привели в порядок, отмыли, покрасили и отремонтировали. Постарались учесть максимально те места, в которые обращались жители в прошлом году. Вот учли, эти места сразу поставили. Также будем, если при поступлении других обращений, будем заточенно рассматривать на установку дополнительных скамей в городе. Администрация Южно-Сахалинска обращается к жителям города с просьбой бережно относиться к объектам городской инфраструктуры, соблюдать чистоту и порядок. В Крыльевическом музее прочитали лекцию, посвященную народам, населявшим Древнюю Мексику. О культурах ацтеков, майя и других жителей Мезоамерики рассказала историк Юлия Дин. Это мероприятие – часть проекта «Сахалинский этнолекторий». Его проводят российские этнографические музеи, региональное министерство культуры и архивного дела, а также САГУ. Основой для доклада о народах Центральной Америки и историей их изучения стала выставкой, которую привезли на остров из Москвы. В экспозиции керамические изделия, предметы быта, игрушки, культовые принадлежности. Но это не оригиналы, а точные реплики, созданные для столичной школы майянистики. В рамках Сахалинского этнолектория в течение года прозвучат еще несколько лекций, посвященных этнографии, археологии, истории и фольклористике. В разных городах региона их будут читать ведущие островные ученые. Добавлю, что посвященная народу Мезоамерики выставка будет работать в музее до июля. Далее моя коллега коротко расскажет о других новостях в Сахалинской области, заслуживающих внимания. 28 и 29 апреля время прибытия пригородных поездов из Мене для направления Южно-Сахалинск-Паранайск-Южно-Сахалинск. В портовый город состав приедет в 21.15. Обратно в областную столицу поезд вернется в 11 часов, на 15 минут позже, чем обычно. Отправление из обеих точек остается прежним. Общее время в пути в одну и другую сторону составит 5 часов 15 минут. Также увеличат количество мест со 134 до 180. Сотрудники МЧС установили три дополнительных пожарных извещателя в доме многодетной семьи из Южно-Сахалинска. Ранее помещения уже оснащали сигнализацией. Сотрудники чрезвычайного ведомства проверили их работу. По этому адресу поживает многодетная семья, дети различного возраста и органов опеки возникли опасения защищенности жилого помещения. Мы в свою очередь пошли навстречу, оказали содействие. Также семье рассказали о принципе работы датчика. Он реагирует на начальные стадии возгорания в случае задымления. Предупреждает об опасности извещатель громким звуковым сигналом. Чтобы избежать ложных срабатываний, необходимо вовремя менять питающий элемент. Волейбольный Сахалин лидирует во втором туре финала чемпионата России среди женских команд высшей лиги Б. Сейчас на счету островной команды 7 побед и 20 очков. Последняя встреча прошла с Олимпом из Куйбышева и завершилась со счетом 3-1. В субботу и воскресенье в спортивной школе по волейболу пройдут заключительные игры. В Южно-Сахалинске прошло первенство города по фигурному катанию на коньках. Своё мастерство продемонстрировали 110 спортсменов разного возраста. Оценивают уровень подготовки фигуристов сахалинские специалисты, а также судьи из Омска, Новосибирска и Кемерово. Соревнования – это всегда праздник. Я всегда так говорю, настраиваю своих спортсменов, другим всегда говорю, что прежде всего это праздник, потому что наш вид спорта, он очень красивый. Мы катаемся под музыку в красивых платьях. Мы помимо того, что показываем технический результат, еще должны показать красоту. Спортсмены выступили в короткой и произвольной программах. Лидерам соревнований присвоили разряды и судейские категории. Диктант Победы состоялся на островах. Его одновременно провели на 70 площадках во всех районах области. Причем акция проходит в регионе уже пятый год подряд. С каждым разом участников становится все больше. В четверг их число перевалило за 2000 человек. Только в музейном мемориальном комплексе Победы диктант провели сразу в двух корпусах. Здесь проверили свои знания по истории Второй мировой и Великой Отечественной войны, заявились почти 100 человек. В основном это школьники и студенты, которые выбрали историю в качестве итогового экзамена. Ответить на 25 вопросов теста приходят и те, кто уже закончил учиться и даже связал профессию с историей. Вопросы зачастую бывают просто удивительные, потому что скрываются те, скажем так, отсутствующие знания, которые в тестах присутствуют. Ну и очень приятно, что, конечно же, есть вопросы, касающие Дальний Восток и окончания Второй мировой. То есть для нашего региона они обязательно там присутствуют и это очень-очень хорошо. Итоги всероссийского диктанта Победы участники смогут узнать через месяц. Их опубликуют на портале диктантпобеды.рф. На нем результаты выдадут с помощью индивидуального номера. Лучшие знатоки истории регионального уровня получат в подарок комплектник. А победитель всероссийской акции отправится 9 мая на Красную площадь вживую наблюдать за парадом Победы. Студентка Сахалинского колледжа искусств привезла на остров золотую медаль. Елизавета Чудзинова стала победительницей 22-х дельфийских игр в Саратове. Вместе с ней спецприз добыл ансамбль «Белые росы» со своим самым патриотичным произведением. Триумфаторов в аэропорту встречал Дмитрий Петров. Барабанная дробь, музыка, радостные крики студентов и преподавателей. Так в аэропорту Южно-Сахалинска встретили призеров дельфийских игр. В центре внимания курличанка Елизавета Чудзинова. Девушка стала лучшей из 58 фотографов и видеографов со всей страны. Она смогла, как ни то, а другой, раскрыть в своих работах тему «А у нас во дворе». Крутость фотографий заключается в том, что ты ловишь момент, чтобы ты ждешь, когда сложится все, чтобы картинка прям сложилась. Композиционно, чтобы человек шел именно в том направлении, голову повернул туда. Иногда хорошо, когда человек на тебя вообще не смотрит, и ты просто следишь за тем, что происходит, следишь за его жизнью, как он живет в кадре. Окружают победительницу участники ансабля «Белые росы». Парни и девушки в творческом багаже уже имеют серебряную и бронзовую медали. На 22-х дельфийских играх в Саратове коллектив впечатлил судей своим патриотическим произведением. Мы показывали патриотическую программу, называется «Проводы новобранца». И, в общем, даже на сцене представитель жюри сказал, что очень тронула его именно эта тема. Как раз она сегодня очень актуальна, поэтому мы расстарались. Дети на сцене, когда исполняют эту программу, они прям плачут по-настоящему, потому что вживаются в образ. Большую часть программы ребята исполнили без музыкального сопровождения. Так даже проще выступать, говорят исполнители, и делятся секретом победы. Это, наверное, слышать, слушать и быть всегда в хорошем настроении. Очень просто выйти, посмотреть вокруг, улыбнуться, вспомнить все хорошее и идти выступать. Поехать всем составом ансаблю «Белые росы» не удалось по правилам. Игр на сцену допускают только 12 человек, 11 конкурсантов и концертмейстер. Поэтому из музыкальных инструментов был только баям. Для Сахалинского колледжа искусств победа наших студентов, наших творческих коллективов – это всегда большая радость. И хотелось бы сказать, что это традиция, но так не хочется разозлить вселенную. Но кроме студентов в Сахалинскую сборную попали воспитанники детских школ искусств. Они соревновались в номинациях «Скрипка», «Валалайка» и «Крылосическая гитара». Эта поездка помогла ребятам оценить свои силы в борьбе с лучшими. Дмитрий Петров, Иван Гамзов, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. Это были все новости на сегодня. Напомню, их можно посмотреть еще раз на нашем Тюб-канале. Подписывайтесь на Солнце ТВ в социальных сетях. И не забудьте завтра снова включить телевизор. С вами был Влад Французов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова